С добрым утром Эх День, да Кому утро, кому день Кому вечер, кому ночь Эх Начинаем кататься В настоящие гоночки, да? Ну, и раньше были настоящие Ну тут вообще Тут вообще настоящие Эх Initial D Настоящие у нас будут через 2 недели К РЦ А, там КРЦ начинается Ну да, где-то так, через 2 вроде 20 какого-то там 6-5 Ясно Ну ладно, пока Вот и Йен-то дело Сегодня у нас Initial D Да Игранизация Очень крутой манги Ну и наверное Это больше по анимцу уже Нет Я бы сказал, что Игранизация Это скорее вот то, что было на Сатурне И первой плойке Ну и там соответственно На ГБА, например А здесь Потому что там мы играли за Главного героя, да? Да Такуми Фадивар Так Все нормально в настроечках Попробую на харде Прокатиться Вот А здесь Такуми один из противников То есть здесь мы изображаем Такого чисто пришлого пацана С другого района На ГБА точно так же было Да? Какого-то чувачка А, ну да, наверное Но на Сатурне и плойке Это там точно Так, это у нас Сега Наоми 2 Грубо говоря Это у нас спаренный Дримкаст Точнее спаренная Наоми То есть Два Дримовских Проца Два Дримовских Видеочипа И аж Учетверенная Получается Видеопамять Да, возможен Некоторый Передоз Евробиты Ну, когда я уголом Может Что интересно В отличии от оригинальной японки На заставке не пишется Что это именно Arcade Stage Просто Initial D И все Еще такая пометочка есть Во втором году Еще 4 кота были Смотрю В играх Ну да В общем-то и в 2006 Тоже В общем-то Ну что хочешь сказать про эту игру? Задрёцкая до невозможности. Ну или то, как выражаются любители гоночек, хатлаперская, с весьма приличной такой физикой. Я бы сказал, что здесь физика где-то на уровне классических Холинов Макреев, и вообще игра сильно напоминает ралли и поведение машин на асфальтовых спецучастках. То есть, блин, это реально мне сразу напомнило Колин Макрей 3 в Японии. Ну, очень похоже, только колёса не отрываем. Тем не менее, здесь очень злобные штрафы за коллизии. Очень злобные. Так, нас просят ставить карту, которой у нас сейчас нет. Эй, мистер Коу, а на кой хрен эта карта, чтобы тачку кастомизировать? Каждый раз, когда вы гоняетесь с противником, вы получаете некоторые очки, и потом получаем из базовой тачки что-то вот такое. Ну, собственно, визуалка это визуалка, гораздо важнее внутренние апгрейды. Хотя, это дело продвигается очень-очень медленно. К тому моменту, как ты один раз проходишь игру... Так, сейчас мы купим карточку. К тому моменту, как ты проходишь игру, у тебя тачка прокачана, я не знаю, там, от силы на четверть. Машин здесь порядка 25 штук. Так, ну, я себе уже выбрал, на чем я поеду, на сей раз. Надо же весь списочек показать. Ну, весь списочек ты офигеешь показывать, а время здесь идет. Вот. А, ладно еще. Да, и поеду я на... На Ниссане Силейте. Сделаю красненькое. Красненькое, как известно, ездит быстрее. Это такой ублюдочный сынок 180-го и сливы. Морда от сливы, все остальное от 180-го. Ну, собственно, поэтому и название вставляется. Сил, а эти... Так, и у нас здесь на прокачку два типа опции. А, это сделать тачку, какая она была в манге. Б, своя. Но здесь уж больно страшное антикрыло. Останусь я на А, на внутренние апгрейды это никак не влияет. Так, всего пять знаков в имени. Ну, ладно. Сделаем вообще два. Зайдет. Кстати, если не вводить ни одного, игра автоматически подставит Сега. Ну, хороший вариант. Да. А то обычно набор из кучи А идет. Ну да. Ну, тайм-атак понятно, это просто... Вот это и есть чистый хот-лап, но нас интересует режим истории. Легенда улиц. Нет, ты мне лучше все-таки сделай это в скайпе ПКС. Это ни хера не понятно с этой задержки. Ты ж музыки не услышишь. Эй, блин, я ее и так не услышу через сплеер, там ты будешь пиздеть второй раз. Какой тогда тебе вообще интерес? В смысле, какой интерес? Игру смотреть. Евробит я и сам могу включить себе. Ну, понял. Нет, ну просто я думал, тебе интересно, что там конкретно будет. Да, господи, он. Ну, куча сборников часов, где хороший Евробит. Включай любое и не промахнешься. Понятненько. Как видишь, мы начинаем с Коула. Да, это английская версия, поэтому все персонажи... Имена тут все изменены. Кедрине, Фене. В переводе присутствуют Отсебятина и Ингриш. Носители английского языка хватаются за голову, читая то, что здесь написано. Вот на загрузке у нас заставочки, и, кстати, в оригинальной японской версии, они тоже отличаются частично. Заставки. 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 Которые перед загрузкой. Картинки идут. Статика. Либо, я не знаю, они настолько рандомны, что некоторых я не видел, но я сомневаюсь, что некоторых не видел. А ты пять раз прошел? Нет, полностью я ее проходил дважды. Ну, тут от первого лица... Но я достаточно много просто катался. От первого лица здесь из бампера, чистая экран, то есть... У них из кабины вида нет. Итак, что у нас за машинка? Силейти не самая быстрая, но она лучшая из переднеприводных. У нее не самая лучшая акселерация, но довольно максимально высокая скорость. Нет склонности к андерстиру или аверстиру, но присутствует... Некоторая склонность к слайдингу, скажем так. Любит идти юзом на высоких скоростях после поворота. Это у нее такая болезнь есть, но это достаточно рандомно. Я думаю, я это как-нибудь пережил. То есть, физика всех машин очень сильно различается. У всего своя особенность. Всем надо привыкать. Эй, блядь! Ну вот, как пример. Обрати внимание, что происходит со спидометром. Я зачем-то взял и влип в стенку. Штраф здесь очень жесткий. Мало того, что тебе на несколько километров в час снижают скорость, если влипнуть достаточно крепко, ты в течение порядка десяти секунд не можешь набирать скорость вообще. Наплевать, куда ты едешь. По прямой, под гору, с полным газом она тупо стоит на месте. Это пенальти. И вот задача, чтобы их было как можно меньше. А время тут не снимает? Время нет. Здесь, ты и так, говорю, раллийная система, здесь ты гоняешься не с противником, а со временем. Противник всегда едет одно и то же время. Независимо от уровня сложности. Уровень сложности влияет на таймер от чекпоинта до чекпоинта. То есть тебе может не хватить времени, но это не значит, что ты не будешь при этом побеждать. Ну и вот, как было сказано, после прохождения нам начинают капать очки. Прокачка пойдет автоматически при достижении определенных значений. Коул пошел в лес. Ицки. Тут он переведен как Игги. Как они могли и катание в колы переделать? По-моему, не очень созвучно. Там есть вариации похуже, но переименованные все. Просто все. Ну, кроме пары тройки может. Ну, такуми просто сократили. Такуми просто сократили, да. Так и все. Ну это ладно. Это я могу понять. Дело в том, что в японской версии там идет кандовый этот японский, который справа налево сверху вниз, да. Вот. И он пишется-то как в баллонах. Прямо на экране с персонажами. А здесь сделано субтитрами. И вторым противником почему-то. Ицки дают. Да. То есть здесь... Вообще не какой-то по идее. Здесь... Так вот здесь идет четенько с самых легких до самых сложных. То есть не по сюжету. Зачем они так и кита не унижают. Вот я их хватила. По сюжету. Кто-то его еще и первым поставили. Ну, друган, все такое. Ну, друган, все такое. С до здесь есть идея. В манге вроде днем ни разу не ездили. Да, там все время вечером. А ночью пока никого нету. Чтоб никому не мешать. Люди культурные. Вот это, конечно, самая простая трасса. Почти прямая. Тут, конечно, рулят монстры. Вот, пожалуйста. Видишь, слайдинг пошел. Хрен поймаешь. Пошла юзом. Ну, все. Вот. Здесь, конечно, рулят скайлайн. На этой трассе. Это, блин, без вариантов. Дураки те еще. Как сравнивали в одном из описаний. 32-й можно сравнить с танком. 34-й с авианосцем. Они очень неповоротливые. Полный привод. Сильный understeer. Здесь они, конечно, порвут задницу. Кому угодно практически. Но на серпантинах. С кучей шпилев. Они почти не конкуренты. Но самая быстрая, на самом деле, машина. Вот именно по максимальной скорости здесь. Это Mazda RX-7. Тип R. Но она, что вполне естественно для Maz, традиционно. У нее очень сильная версия. Капучино. 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 В первом аркадном нет. Его добавили во втором. И это тоже еще одна такая бешеная табуретка. Я на ней точно не поеду. Я как-то заставил Вентона на ней поездить. Проплевался, что она медленно. Я согласен. Она такая и есть. Она рулит на сухих трассах. По-моему, в третьем аркадном. Там, да, там она рулит. Но тачку нельзя менять в режиме карьеры. Поэтому выбирать надо очень тщательно. То есть не получится каждый раз выбирать лучшее. Ну вот, мы накопили на первый апгрейд. Нам меняют колеса. А машина как бы дорого стоит. И не поменяешь. Ну да. Эх, давай, говорит, еще погоняемся. Когда встретимся. Шингал. Сразу Шингал лазит. Да, я знаю, кто ты. Слухи ходили. Ну да, чё, мистер Сайли, эти. Как насчет? Ну, давай. Погоняемся. Было бы прикольно, если с ним еще эту скотчевую битву устроили. Такая рука привязана к рулю. И меньше угла бы в игре было. Ааа, где-то я про это тут читал. Типа, давай. Одной рукой только. Усложним задачу. Тут где-то было такое в диалогах. Не помню где и с кем. Вот. Научение висел. Типа. Д bitcoin. Висел. Типа. 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 Arcade Stage то как раз те игры, где езда по Apex строго приветствуется. Без этого выиграть просто невозможно. Потому что, как я уже сказал, противник это призрак, он совершенно рельсовый, сбить его невозможно, его практически невозможно заблокировать и при этом он не теряет свою скорость, когда бьется тебе в задний бампер. То есть, если он идет 200, а ты 150, он всегда идет 200, даже когда идет сзади тебя. То есть, если остается окно, он вперед просто телепортируется. То есть, он всегда находится в том месте, в котором ему положено по скрипку. Не, ну слушай, по-моему, в любой гонке Apex и приветствуется. Здесь особенно. Извини, та же версия для плойки, да, там физика красивая в плане завывания резины, да, и управляемых заносов. Но там можно и ехать носом по стенке. Просто носом по стенке. Здесь, или на том же Сатурне, такой номер не пройдет. Ты потеряешь все. Здесь, или на том же Сатурне, такой номер не пройдет. Все-таки прижался задницей. Ну, кажется, не самый большой штраф в сходе. Пару секунд буквально. Это мне повезло. Я ради интереса смотрел, как катаются асы на автоматах. Вот. То есть, скрипт противника есть скрипт. Если ему положено где-то ехать быстрее в несколько раз, например, проходить шпильки на 200 км в час, они это делают, и они уделывают асов. Просто, тупо, им положено. Это не кетчуп. Это скрипт. То есть, казалось бы, задача простая. Для того, чтобы выиграть, надо ехать быстрее соперника. Как в любой игре. Но здесь соперник время. А машина это только маркер. Я говорю, вот только в раллиных каких-нибудь играх сквозь призрак можно проехать. Он, блин, не долбанет тебя в стену. И от того, что ты зац... И призрака невозможно зацепить, потеряв при этом скорость. Здесь запросто. То есть, это попросту помеха. Так. Зак, кажется, собирается нас чему-то научить. Научить тому, что дрифт атаковал. Да, да. Этот говнюк на черном R32. И эта тачка, ну, по крайней мере, в акселерации гораздо быстрее моей. Как правило, до второго круга его обогнать не удается. Ну, хоть посмотрим на врага какого-нибудь. Скайлайн это скайлайн. А то все время первый едешь. Ну, это же легкая трасса. Жопа впереди. Привет, Вен. Привет, Вен Арлин. Кстати, Вен Арт, ты там не надумал возвращаться к СРП и Клауде? Ну, блин, тут бы хоть писали какая-то? Трасса идет. Кто чё-то не замечал так надписи? Это Меоги. Она не такая здесь. В смысле не такая? Ну... Скажем так, не в аркадных играх она не такая прямая, скажем так. Там есть и шпильки, и всякая фигня. Оригинальную Меоги добавили версии для второй плойки. А в аркадах она, по-моему, только в шестой части что-ли появилась. Да, ну и тут ещё, как бы, круги нарезаем, а не просто спуск или подъём. Да, здесь три круга конкретно сделаны. Потом, как бы, оригинальную геометрию сохранить тоже дело такое. Во! Опять слайдинг. Всё, попал на него. Такая жопа. Выбраться очень сложно. Минус этой машины. Но это, как правило, и проявляется на очень высоких скоростях, на прямых трассах. То есть, на серпантине этим можно практически пренебречь. Этим свойствам. Ещё замечательные, замечательные измерения отставания. 30 метров там 200. Ну, это хороший ориентир. То есть, через некоторое время ты знаешь, что для выигрыша надо, на каком-то там, на данном этапе, иметь такой-то адвантаж. Был полностью реалистичен. Так, набрана вторая ступень. Что там у нас на этот раз? Ну, выхлоп для глушачину. И внутренний натюнер. Вот как раз выхлопную систему. Ну, переделали. Как раз Венкман пришёл. У-ху! Они обгоняют, когда ошибаешься. Венкман, ты пропустил систему. Они обгоняют, никогда ты ошибаешься. Здесь противника нет. Здесь есть время. Оно всегда одинаковое. На всех уровнях сложности. Это ралли. Это не гонка. Противник — это всего лишь маркер времени. И он не зависит от уровня сложности. Вот, кстати, глючок. Видишь, на заставке не пишется, что мы пройден Миоги стейдж. А вот в японской версии этого бага нет. Ну, естественно, это баг эмуляции. Мика и Саюки. В данном случае Майя и Симона. Ну, и по манге, селяйте, это как раз их машина. Синенькая. Это у нас, как она там? У Саи, да, трасса? Ну, как-то так. Ну, там было в тексте. Ну, да. Ну, это их трасса, как говорится. То есть, если выбирать просто в заездах отдельно трассу, там, естественно, названия все пишутся, а здесь идет последовательный уже. Не показывается. И здесь у нас только два круга. И уже терять какие-то осенние пошли. Винары. Гопники тут... Будут еще. Наверное, их тут нету в этом первом. Стоит же отказано. Но они потом будут. Слушай, по-моему, есть. Ну, выглядят они как гопники. Реальный видочек такой. Ну, там конкретные гопники были. Которые масло разливали на дороге. А, это третья часть. Да. Там есть трассы с маслом. Ах, как я припечатался-то. Ааа, нехорошо. Все. И тут же меня начинают нагонять, естественно. Штраф. Вот тут я штраф 10 секунд уже понимал. Мне стопорнули газ. Очень подло. Это в более поздних частях срезали. Отбалансировали. То есть, во второй части там такой штраф, ну, 2 секунды. Здесь 10. Очень. Это аркадка у нас. Очень-очень жесткая. Аркадка из двух Dreamcast. Интересно, тут листья работают? Или нет? Когда по ним едешь. Да, летают. Если зацеплю, полетят во все стороны. Нафиг. Если ты имеешь ввиду то, что валяется на обочинах. Держакса теряется или нет? Колеса. Слушай, на повороте, не знаю. Обычно, когда Apex атакуешь, цепляешь, там видно, что они летят. Вон, видел? А я ну видно, что они проезжали. Не разли... Нет, ну они видно, что летят. А машина вроде не несет. Так трудно сказать, как понесет. Я на повороте их не ловлю. Может и несет. Фиг его мог узнать. Потому что физика здесь... Ну... Я бы не сказал, что она аркадная. Машины не деревянные. Не очень адекватно реагируют на управление. Управление очень адекватное. Ну, одно дело, это сделать машин на дороге. Другое, чтоб она взаимодействовала с чем-нибудь еще. Еще как? Ну, как в первом флот-ауте. Машины едут хорошо, но... А в любой столбик они в небеса улетают и тормозятся. Ага. Ну, здесь коллизии немножко иначе обрабатываются. Это да. Именно вот коллизии с отбойниками всякими. Док я решил пройти на харде. То есть, это аркада харда. Венарлин это 2002 год. Точнее, как. Японка 2002 год, а вот уже английская версия это где-то середина 2003-го. По сути это не меняет. Там ничего не изменено. В этой числе. А тут взяли инициалы. Невостоимые, ну молодцы. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы так. Ну, пока я не понял, что это не гонка. Когда до меня дошло, что это ралли и что здесь... Время одной и тоже трассы противника на любом уровне сложности, я стал играть очень спокойно. Когда я понял, что здесь нет кетчупа и на самом деле нет никакого unfair. Здесь совсем оказался другой принцип. Я его просто сразу не раскусил. Пока я думал, что я действительно гоняюсь с противником, это выносило мозги. Ты вот, кстати, на чем гоняешь сейчас? В смысле? Ну, вообще, по управлению должно быть видно, что клава. На руле я не поехал. На руле очень тяжело на серпантине. То есть, здесь даже на клаве не успеваешь по-человечески перекладывать. А ведь нажать противоположную кнопку гораздо быстрее, чем повернуть руль. Если это будет руль, типа, как у Винарлина, какой-нибудь G27, с его неебическим количеством оборотов, это будет вообще виселиться. Здесь невозможно на нем будет ехать. Я почему-то больше, чем уверен. Но ты не успеешь за долю секунды переложить с крайне левого в крайне правое положение. Даже если ты из штанов выпрыгнешь. А мне хватит ноющих пальцев. Потеть при этом я еще не хочу. Я гонял на руле. Ощущения классные. Но, блин. Ну, на серпантине жопа на руле. Это не для стрима. Это надо иметь стопроцентную сосредоточенность. От первого лица погоняешь? Не-а, неинтересно. Ну вот. Потому что не руль. У меня нет отдачи. Я не чувствую машину. Как я буду чувствовать жопу машины, не видя ее? Это может обеспечить только руль. На клаве от первого лица я не поеду. Я не знаю, где у меня там багажник. Мне надо видеть, куда жопа в машине пошла. А че ты про отдачу заговорил и вспомнил бы. Mail.ru игрушку делай. Не-не, не пускай ты. World of Speed. Где-то про гоночка. Там у них, короче, отдача на руле. Конкретно в гонке не работала. Но как только пересекаешь финиш, то она включается внезапно. Внезапно. Да. После финиша и до старта она где-то работает. Но гонки ее нет. Вот когда мы доберемся до знаменитой Акины, с ее пятишпилью, ты поймешь, почему я за руль не сел. А там можно цепляться-то? А там скорость достаточно низкая. Если скорость где-то до 108 км в час, вот эти вот кулдауны, они не работают просто. На низкой скорости. То есть на шпильках это не имеет значения практически. Там даже удобно иметь постоянную скорость в те же 108 км в час. Гораздо хуже, когда тебе с прямой надо через одну шпильку или через 90 пройти на другую прямую. Вот там терять и ударяться нежелательно. А со шпильки шпильку не смертельно. Поддача не будет работать через эмуль. Ну вообще она как бы поддерживается, но насколько хорошо, я даже не знаю. У меня попросту на моих девайсах, да, оно не особо работает, поэтому я просто делаю тяжелый руль. Но все равно там же, по крайней мере, на моем руле идет регулировка угла. Ну, в зависимости от угла, регулировка силы, да, сопротивления руля. Поэтому ощущение есть. Даже если никакого расколбаса нету. Вот этот чувачок, он тот еще гопник. По характеру. Ну, а это нам не известно. Мне лично. Я не читал мангу, не смотрел аниме. Я, так скажем, катаюсь из любви к искусству. Хероватенько, кстати говоря, катаюсь. Я делаю очень много ошибок. Ой. Как обычно на стриме. Внимание, несколько рассеянное. Ну, и, кстати, поскольку вот эта тачка, она родная для этой трассы. Именно на этой трассе она считается самой быстрой. Ну, именно здесь у меня получается хреново проходить вот эти вот повороты. Я все время вот здесь на втором ударяюсь жопой. После чего меня, естественно, начинают сильно догонять. Я, конечно, потом отрываюсь на этой прямой, но, тем не менее. На последней четвертой гонке это мне подпортит. Жизнь очень сильная. Лучше тормозить. Лучше тормозить раньше. Лучше перетормозить, но без кульдауна обойтись в результате. Еще бы следовать этому завету всегда и будешь шоколаднее. Вот здесь я явно на это специально перетормаживаю. Здесь можно пройти на 160 поворот. Но я прохожу на 155, зато гарантированно не цепляя борта. Лучше тормозить. Ну да, как мастера играют, я тоже видел. Там вообще маньяки. Я не представляю, сколько кредов они в это вложили. Ага, следующая прокачка. Так, задний спойлер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кейн. Кто это в оригинале вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я помню, кто он такой, но имя вот еще не вспомнил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руль в автомате стоит какой-то странный. Ну, может быть. Дело в том, что вот даже на руле, а ведь настройки насыщенности нет нигде, управление очень резкое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А его там зовут Кай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, стоп. Я не нажал... Я не нажал продолжить, что ли? Или, ну, просто пропустил таймер? Япона, мать. Раздолбай. Хорошая вещь карточка. Если бы не было карточки, я бы просрал весь прогресс. Вот. Обрати внимание, кстати, все равно надо дело показать, на нижнюю строчку. Видишь? 50 игр. Карточка рассчитана на 50 игровых сессий. После этого надо покупать следующую. И заново все дрочит. Но весь прогресс... Нет, прогресс перепишется туда, если ты ее купишь. А, надо в процессе игры вставить новую. Да, одну вынимаешь. Тебе напишут, что надо обновить. Ну, вот, кстати, менюшек не видел. Видишь? Изи пройдено. Вот, на норме. Не пройден. Четвертый. Сразу мы в него входим. Все предыдущее у нас уже считается пройденным. Хотя никто не мешает мне пармить очки на предыдущих. Пожалуйста. Есть деньги. Твое дело. Потом, как мне показалось, не имеет значения, выиграл ты или проиграл. Ты в любом случае за следующую гонку платишь кредит. Хочешь ехать – платишь. Хотя есть система, при которой один раз в день одна гонка идет без кредита. Венку на претензии к личности главного героя. Манги. Такая дичь по меркам аниме. Вот, кстати, я согласен. Блин, об этом мне лично говорит одна рисовка. Ну, ё-моё, это чё, школьники дауны рисовали, что ли? Японцы, япона мать. Сюжет, какой здесь может быть сюжет? То есть, всё, что делают, это задроты Аяши пиздят о том, о технике дрифта. Да, блять, охуенно интересный сюжет. Они же ездят. Чё? Ну, бред же ты. Почему бред? Вот сука. Видел? Целепорт вперед. Мы положено находиться там. Он находится там. Он меня выебнул и ушел. Ему наплевать совершенно. Пинар, но он не ускорился, он просто ехал как надо. Я же сказал, они не тормозят. Так, даже если он идёт сзади меня, а я иду 150, а он 200, он продолжает идти 200, даже когда долбится мне в задний бампер. Это призрак, только он в этой игре сделан материален. Ну, блин, брали, если не гоняли, то вы не понимаете о чём речь. Это маркер времени. Это означает, что я отстаю от времени трассы, а не от противника. Он никогда не идёт быстрее, он никогда не идёт медленнее. Это материальный маркер. Не, хреново. Ещё в этом повороте тулдаун схватил. Ну, всё. Тоже бесполезно, скорее всего. Ну, если только к самому финишу повезёт. Что вряд ли. Ну, нет. Остально. Поехлушай. Поех%! Док, ну вот я и объясняю систему. Именно это меня и бесило на первом прохождении. Пока до меня не доперло, что так все и должно быть. Что все это значит? Не обязательно ралли? Нет. То именно в классическом ралли ты гоняешься со временем. Дело не в том, что ГОСТ показывает твое предыдущее время. Тут немножко другое. Это именно время трассы. Оно постоянно. Оно одинаково на Very Easy. Оно одинаково на Very Hard. Вот в чем прикол. Сложность здесь не зависит от этого. Сложность всего лишь уменьшает таймер до чекпоинта. Разрабы решили себе не заморачиваться. Сделали такую систему. Поэтому если ты укладываешься в таймер, тебе абсолютно пофигу на каком уровне сложности гонять. Они все равно пролезут. Да, как намыленные. По большому счету, в идеале, лучше их пропускать вперед. Потому что пока ты пытаешься с ним бортоваться, ты теряешь скорость. Чем их арта от YZI отличается? Я же объяснил только что. Блин, господи. Вот что интересно. Люди спрашивают сразу после того, как я объясняю. Это неправильно объяснило. Ну вот, время таймеров слева вверху, видите? Если оно закончится, закончится гонка, правильно? Ну вот на YZI его больше, чем на Hard. Все. На Very Hard. Я сказал, он всегда на YZI одинаково. Одинаково время трассы. Это не одно и то же. Время трассы, это вот синяя херь, которая передо мной едет. Вот время трассы. Оно всегда одинаково. Быстрее едет, да? А Hard едет она быстрее. Не едет! Она всегда одинаково едет. Что на Very Easy, что на Very Hard. Времени, таймер меньше. Понимаешь? То есть, есть шанс полностью просрать. То есть, на Very Hard здесь дается еще на 5 секунд меньше. И мне там пары секунд не хватает пока, по крайней мере. Поэтому на Very Hard я играть не стал. А на Hard я справляюсь. На Very скорость самого противника, время, оно всегда одинаково. Всегда. Независимо от уровня сложности. Блин, да пока я болтаю, я только стенки ловлю. Лошады непонятно объясняли. Блять, я объясняю, понятней некуда. Я не знаю, как еще объяснить. А ты же с утречка двое не поняли уже. Ну, я понимаю. Надо кефирчику попить или там пивка и дойдет. Ну, вы не парьтесь. Я тоже очень долго в это вникал. Причем, блять, мне пришлось вникать в это самому. Через сильную боль в жопе. Я говорю, после того, как я это понял, я стал играть очень спокойно. То есть, некоторые моменты все равно раздражают. Ну, там уже больше злишься на себя, а не на разработчиков. Потому что принцип игры становится ясен. Ее становится, возможно, пройти. Вентон практикует кефирчик с пивом. Ну, вот. Вот как я вляпался. Вот, видите? Я даже до финиша не доехал. Мне не хватило таймера. Но противник при этом быстрее не ехал. И если бы у меня стояло Вэри Изи, он бы тоже быстрее не ехал. Но у меня было бы еще 20 секунд запаса на Вэри Изи. Вот и все. То есть, это как второй ограничитель. То есть, тебе надо победить и вписаться в тайминг, чтобы пройти дальше. Как бы два требования. Причем на Вэри Харде... Меня знаешь, где только напрягает таймер? Почему я не поехал? Второй чекпоинт финальной гонки. Все остальное, даже если бы я проскакивал этот второй чекпоинт, а я за все время на Вэри Харде пока один раз его только проскочил, дальше я иду без проблем. Но вероятность того, что вот именно один сраный чекпоинт в игре я пройду, это, блядь, один к ста, наверное. Там потому что жесткий серпантин перед этим чекпоинтом. И там охрененные потери иду. А они этот серпантин... То есть, если он отстает от тебя на 50 метров, это идеальный почти вариант, да, он может запросто на этом серпантине обогнать тебя на 150. Они там просто не тормозят. Они под 90 градусов вписываются. Когда он идет перед носом, ты охреневаешь от того, как он входит в шпильку. Просто вообще без тормозов. А ты вынужден затормаживаться до 80, при этом еще стену ловишь. Настолько там узко и остро. Потому что скилла нет. Блядь, да? Видимо, видимо, видимо. Если он может, то и ты сможешь. Ну, естественно. Физика же одна и та же. И вот когда я прохожу такие места и каждый раз офигеваю, я вспоминаю НПС Шифт. Ну, вообще хорошая игра. То есть, к ней, конечно, надо настроиться, привыкнуть. Все такое. Игра хорошая. Но я вспоминаю один из первых модов к ней. Все, что сделали ребята, это... Искусственным идиотам подключили физику обычных игровых машин. После этого стала происходить очень интересная вещь. Игра превращается в эри-изи, потому что ни один искусственный идиот не доезжал до финиша. Он разбивал машину. Понимаешь? Потому что до этого они привыкли на двухстах входить в шпильки. И они продолжали так входить, но такой номер не проходит на юзерских машинах. И когда такую же физику поставили искусственному идиоту, ему настал пиздец. Вот здесь то же самое. То есть, блять, здесь скрипт. Ему положено на данной скорости пройти данный поворот. Он его проходит. Всегда. Ты с этим сделать ничего не можешь. Надо просто это учесть. И даже самые профи там проигрывают. В этом месте их всегда делают. Как бы круто они не ехали. Они нагоняют в других местах, но не в этом. Не положено. Я специально ради интереса, почему пошел посмотреть записи с реала, как там профессионалы, блин, проходят этот бульта-челлендж на 16 звезд. Чептать. Их там искусственный интеллект делает, блять, как младенцев. Потому что так положено. При том, что на финале, да, они по 200 метров ему привозят. Но не там. В японке пиздят, когда что-то происходит. Ну, я не заметил. Слушай, в первой части такого нет. Они также в тишине едут. Может, где-то под финал. Но вот на первых трассах такого точно нет. Да, доброе утро, Виви. Да, как в аниме, если должен по сюжету, он повернет. Да, это точно. Один в один. Ладно, все, хватит болтать. А то это не дело. Хотя, это, конечно, самая сложная гонка трассы. Четвертый противник, он очень жесткий. То есть, первый противник на экстриме, он проще, чем четвертый на норме. В данном случае я называю ту сложность, которая дана в игре трассы. Вот здесь ему, например, ну, блядь, практически всегда положено обогнать. Здесь очень сложно сделать так, чтобы он себя не обогнал, видишь? Ну, положено чуть-чуть быстрее тебя ехать. И нахер. Это для сюжетного напряжения. Так понимаешь, его потом сложно обогнать, потому что он-то, сука, материален. В ралли, в ралли я бы сквозь него проехал. А здесь этот говнюк болтается перед моим носом. И он-то мне прекрасно мешает его обогнать. Так он по траектории едет. Видишь, что его красиво обогнат. Да, он по рельсам. Он едет по рельсам. Они рельсуют. Они оказались не анфейровые, но менее рельсовыми они от этого не стали. Это все для постановки сделано. Поэтому я говорю, хорошо играть становится, когда ты просекаешь принцип, по которому сделана игра. и надо сказать, что именно вот такого принципа я раньше особо не встречал нигде. Сешка сумела несколько удивить. параллельный дрифт говорит Вентман. Для этого надо ходить на соревнования. Не, ну параллельный дрифт не на клаве, конечно. Может быть, такой номер можно провернуть на руле, но на клаве не та точность. Да блин, буду я ехать или нет? Здесь я не должен был себя давать обогнать. иди в жопу. Гуляй, Вася. Две секунды там было, да? В запасе. А это хелл. Ну да, где-то так. Но я говорю, что у меня так и получается. То есть, на харде у меня пара секунд запаса, а на вери харде мне пары не хватает. То есть, надо быть еще чуть-чуть побыстрее, чтобы пройти вери харде. но это уже будет гонка со счетчиком. Это вообще бред, на самом деле. То есть, грубо говоря, если ты хочешь исключить из игры счетчик, бери в Ариизи. Противники останутся те же. Ну вот и гопота подоспела. Здесь вообще кликуху просто взяли вместо имени. Ты про Хока? Ну. Мы их скорее числуем много. Они не гопники. Потому что все мудаки они на этих на лансерах катаются. Кстати, да, есть такое. Третий, четвертый лансер. Здесь хорошие тачки. шестой, седьмой говнище. Рисовка не скажешь, что японская, да, рисовка вообще непонятно чья. Ванге хорошие машинки, красивые. Ничего не так-то? Нормальная рисовка. Нет, с машинками то какие проблемы? Речь о рожах персонажей. Они ужасны, потому что Такуми, ну это пидорок. Это блин, ну реально пидор, хватит ему губы красить, это кошмарно. Его друга Ныцки, это даун в последней стадии. Но я понимаю, это нормально, главному герою в аниме всегда рисуют друга идиота. Тут я еще могу понять, хотя здесь доморазм, доведен. Блять, буду я ехать или нет? Или глазки строят? Пипец, какие косяки делать я. На карту вообще не смотрю. Рвет сказочник. Ну вот пошел сверх континчик. Начинаем развлекаться. Кстати, вот на кино с нашим любимым пятишпилем. Вот здесь на скайлайнах я бы в рот ебалки рекладывать. На Маздах хорошо, на этой хорошо. Но не на всяких танков. Просто нереально. Это еще не самые острые шпильки в игре, кстати. Много подряд, но не самые острые. Блядь, да буду я смотреть на карту или нет. Ну вот, поймал пенальти, где не должен был его ловить. Здесь я должен был от него отрываться и отрываться хорошо. Уни как ее не обойти Тварь такую. Мешается. Это говно в кровь. Хотя здесь я быстрее его. Просто мне мешает. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, сказочник. Субтитры сделал DimaTorzok Тут он вообще какой-то опущенный стоит. Хоук. На заднем плане. Ну и вот эта трасса уже как положено. Упхил, даунхил. Тут никаких колец нету. Игра по мотивам манги, я бы сказал. Скорее. Хотя называется Stage, так наверное ближе к аниме. Там же Stage'ами обзывали. И тем более они тут без сигарет все. Уже не положено. Ну не все, не все без сигарет. Бунте можно. Он папка, ему можно. В манге все без сигарет. Так, а ты погляди, та же версия для первой плойки. Там дымят все просто, блядь. Чего не помню такого. Не вынимая, а ты пересмотри. Я понимаю, что ты закрывал глаза на тамошних роликах. Ну, факт остается фактом. Там просто не вынимают. Иди в жопу. Я знаю, что ты здесь хочешь меня обогнать. И скорее всего обгонишь, но... Да. О, видал что сделал, блядь? Я просто... Я просто встал при этом. Я говорю... Вот что бесит, так вот это именно рельсовость на момент обгона. Она мешает. Потому что в оригинале все ехали красиво и не толкаешься. Тут заставляют делать так же. Куда даже логику найти можно. Да. Самое там безобразие. Логика простая. Вот сейчас будет правый поворот, который надо не просрать. Вот этот. Но я его просрал, конечно. Здесь ни в коем случае нельзя штраф ловить. На этой прямой они медленнее. Потому что... Ну, всего лишь. Не застрять! Так, пяти шпилей. Да, что я делаю? Ты пытаешься за канавки цепляться. Ну, вот здесь, кстати, машина за них не цепляется. Какой-то из канавок она точно заезжала. Тоже накорнялась и видела. Ну, это чисто визуально. А вот в эти она как-то заезжала. В этом плане я вспоминаю того же третьего макрея, где два зацепа за канавку в Японии, и ты отрываешь колесо нахер. Так, ну, здесь отставание небольшое. Здесь я быстрее его. Если он мне не помешает. Ну, сделаем. Нормально. Ну, последняя гонка таких ошибок прощать не будет, конечно. Ну, его 24 штуки. Есть. Что тут у нас? Ага. Топливное нам подстроили. Следующий апгрейд на 40 к сарях. Ягид, тебя запомню. А тут все это пишут. Запомни, ты потом еще раз. Пафос. Пафос такой. Они у них тут у всех такой неебический научный подход просто к вождению. Вот нет той заставочки, которая есть в Японке. Там похожая картинка, то есть такой вот тоже отбойник. Видимо, возле обрыва. Тачка и девочки стоят. Нарисованы очень хорошо. А здесь такой картинки нету. Вместо них Гайдином подсунули пидарасов. Да, опять ты про пидарасов начинаешь. У нас это было уже на позже. Я понимаю. Ну, что делать? Я не начинаю. Я просто упомянул о том, что вместо, блин, девушек засунули что-то другое. Там девушки чаще попадаются. Причем такие, которых здесь нет. Иллюстрации. Обидно же. Ну, е-мое. Право обидно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, это само собой. Извини меня. Тачки все лицензированы. Все эти апгрейды лицензированы. Весь вид портит. Продолжение следует. Да нормально. Природу загораживали. Надо же. Пролез. Пролез уже. Меня уже тормозили, но я пролез в чек-поин. Все равно херня. Слишком большое расстояние. Хел, ты знаешь, что Рейнфорс в прошлом Спектромист. Что в прошлом Спектромист. Это должно что-то для меня менять. Ну, сказочник полагает. Это, понимаешь, это удивить Брикмана тем, что половина населения канала в прошлом дендисты. Ахереть как удивительно. Да, спектромистов в прошлом не бывает, как и алкоголиков. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Эх. Пожадничал. Нам было радое здоровье. Билия, но это не удивительно, что аспектором Квеста вышел. Хоть название скажу. По-моему, сейчас сквозь тебя проехал. Ну, под углом багажник моей тачки для них прозрачный, да. Я тоже замечал такое. Визуально видно, как модель проходит через модель. Сейчас я шпиль перед этим участком. Хорошо, хорошо. Есть ли на спектру игры, которые на нескольких кассетах? На целую кассету знаю. Ну, как на нескольких, они... То, что официально выходило, оно и так было по одной игре на кассете, да. А то и на двух, там, потому что любили разделять. Идет на одной кассете 48К версия, на другой 128. Для спектру есть игра даже на компакте. Давайте попилим ее на кассеты и посчитаем. Двух дисков довольно много. Двух дисков-пан ARM Двух дисков-пан Двух дисковran Ну чего еще в аркаде нет, в отличие от консолей, это нет рестарта, то есть даже когда ты понимаешь, что уже ловить тебе нечего, а бывает ты понимаешь после первого же поворота, такое было, тебе приходится доезжать до конца, ну или ждать когда кончится время. У Спектрума был дисковод лазерный, не было сделали скажем так, сейчас у Спектрумов, у нынешних клонов есть и контроллеры жестких дисков, пожалуйста. Поставил винт на пару гигов и залил туда вообще все, что только есть для Спектрума. Пожалуйста, никаких проблем. А еще и экранчик проделать с батарейкой. Насчет экрана с батарейкой, вот здесь осенью должен выйти портативный Спектрум. Охренеть. Народ весьма ждет, можно погуглить. Именно портативный. Именно портативный. А поскольку у Спектрума ПО свободное официально, и фермвара тоже, в отличие от всяких мини НЕС, на него можно будет совершенно легально заливать игры. Стоить оно будет что-то там, оно европейское, естественно, порядка семидесяти евриков. Чешури Эпл. Ну, дождаться, конечно, когда оно выйдет, но выглядит симпатяло. Да ё-моё, опять ей эту шпильку распал. Я перестану это делать. Когда прокатаешься на 5 лет. Наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Ну да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Сейчас отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сука, это нравится. Пролез, блядь, пидорюга. Я долго держался на этот раз. На одну трассу? Да, то есть пока четыре гонки не пройду, будет одна и та же музыка. А что там играет? Сейчас гран-при. Вот так вот, блядь. На первой был Space Boy, на второй трассе Love is Danger. Это если тебе интересно, как знатоку. Ну, все названия знакомые. Side Spirit, тоже это такой полезный прям. Нет, это чисто визуалка. Она никак на тачку не влияет. Я просто выбрал прокачку, скажем так, по типу А визуальную. То есть, что тачка, в конце концов, становится именно как в манге, как в аниме. Именно так она там выглядела. На самом деле, есть машины, у которых и по четыре типа разных прокачек. Ну, это чисто визуализация. Внутренние апгрейды одинаковые. Хотя, есть машины еще со всякими спешл апгрейдами. Несколько штук. Типа там, турбину еще зафигачивали. Ну, по большому счету, это сильно баланс не меняет. Между машинами. А тут если двум игрокам соревноваться. Так. Ну, а тут уже пошли ребята. Школа гоночная. По игре мультика нет. Есть манга, есть аниме по манге. Есть игры по аниме и по манге. Есть игры по мотивам аниме и манге. Вот это как раз оно. Вот это чувак. Я даже не помню, как его зовут. Дорогеналин. Местный мастер торможения раннего. Или раннего, точного торможения. Надо вспоминать трассу. Может, эта трасса целиком серпантин. Здесь на руле надо много здоровья. Чисто физического. И здесь есть самые отвратительные шпильки в игре. Это вот эти вот, к которым едешь? Нет. Вот сейчас они пойдут. Вот, а игру ты к ним едешь. Да. Вот. Окей, они эти. Вниз так идут. Жёстко. Вниз их проходить? Практически легко. Вот вверх. Это пиздец. Это просто пиздец. Ты там просто носом в стену идёшь. Что они делают. А они на двух сотнях проходят. Какой я всего 10 секунд и штраф поймал. Ну, я говорю, здесь это уже не так страшно, потому что здесь скорость-то не набирается. По-моему, это не родная трасса для этой школы ТОДА. А почему, интересно, они переименовывают? А что же на японском-то? Это выборочно переименовывают всё это дело. Угу. Что-то американизировали, что-то так оставили. Спрашивают по состоянию твича. Блядь. Вот. Поймал. Стенку. Мордой просто поймал. Ну, это лёгкая гонка, разумеется. Как обычно, жопа будет дальше. Да, чё-то твич не показывает, я смотрю. Там тентакли. У тебя написано, что прямая трансляция. Твич решил поприкалываться. А я тут чум, конечно. Народ поехал. Смотрят стрим на ViiU через YouTube. Извраченцы? Смайли. Какой нахер Смайли, блин? Ну, а как его в оригинале интересует? Оно даже звучит, блин, дико. Я не помню. Ну, наверное, созвучно с чем-то. Такую игру только так и надо смотреть. Климов, а как... Какую такую? Блядь, забыл про фильм. Выдай нам рецензию. Походу, его так и зовут. На Википедии он так... Написан. На Википедии... Знаешь, ей верить, там написано, что... Ну, блядь, там все остальные-то нормально написаны. Блядь, ты считал, что там вообще написано? Сам факт, что вот эта игра, Arcade Stage, первая, блядь, первая игра! Ну, про игры я там не считал. А то, что, блядь, до нее было, как минимум, три, на Сатурне, блядь, на плойке и на геймбое, это они не учитывали. Потому что Википедию пишут люди, зачастую нихуя в предмете не разбирающиеся, и ей верить, это, блядь. Если, разве что, это научная статья, которую ты сам не сможешь никак подтвердить или опровергнуть. На этой педе вообще игр нету. О том, что игра есть на первой плойке, вообще нигде ни слова. Вот просто, блядь, нигде. На World of Warcraft. Да, да, это тот ресурс, за который ходят смотреть насчет игр, конечно, блядь. Выдал, какие шпильки охуенные? Вверх. Просто, просто пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А, даже на японском смотрю. Ну, я не по этому поводу. Может быть, может быть, здесь оно так и есть. Но звучит оно именно американизированно. Плевать. Ну, просто захотел автор. Виви, большинство имён здесь, оно всё-таки в оригинале, ну, чисто японское. Какой-нибудь по залупе ухерачиваем. То есть, звучит именно по-японски. Может, оно в переводе какое-нибудь стёпное. А так имена, как имена. Всякие кёски, соски и прочее. Ничего такого нет. И тут вдруг такое смайли. Что-то здесь не так. Игра прямо true. От 86-го сосал 10 раундов. Да-да-да-да-да. Не, какой я тут соснул. Соснул здесь от бунты. Вот от бунты здесь соснул. Полный соснул. Вот хотя бы мистер Тодда дымит. Виви, да это понятно. Они пишут по-английски просто со своей транскрипцией. Это логично. Поэтому оно так и звучит. Смайли. Они иначе произнести не могут. У них L нету, блядь. Тач. Тач. Ну, тач так тач. Тач сосач. Тач. Тач. Это плохо. Физика нет, НФС у этих. Это точно. И близко нет. По сравнению с этим в НФС вообще нет физики. Физика здесь шикарная. Здесь шикарнейшая. Физика, она, я говорю, уровня классических Колин Макреев. Здесь абсолютно ролейная физика. Вот этот чекпоинт, про который я говорил, что, блин, на него на Верихарде. Почему я не поехал? В него почти нереально доехать. Блядь. Абсолютно блядская система. Так, опять веселые шпильки, где нас всегда нагоняют. Задача здесь не просрать много, потому что дальше его можно будет нагнать. Здесь очень спидовая секция, которую я на Сайлете покажу даже быстрее, чем на Семерке. Блядь. Вот если бы еще и не этот рандомный слайдинг. Щеба. Красота. Артветер, а ты в случае мне ПК-шную игру играл? Ну, ПК-шная, поскольку имеет оценки примерно 0.5 из 10. В среднем. Так много ей поставили. Да, играть ее не стоит. Правда. Если хочешь красиво покататься, красиво, с красивыми заносами, бери первую плойку. Ну вот, из старых. Сатурн это прототип аркады. Там такая же система, как здесь. Там изи это хард, норма это вэри хард. То есть там изи я прохожу, норму я на Сатурне пройти не могу. Бунту не могу конкретно пройти. Потому что там просто адовый пиздец. А не время. На ПСП и на второй плойке я не гонял. На второй плойке это идет порт второй аркадной части. На ПСП третьей аркадной части. А Extreme Stage на третьей плойке это порт четвертой аркадной части. Портов с пятой по восьмой не существует. А в будущем году выходит девятое. Аркаде Stage Zero. Так, для инфы. Да, Виви, оно есть даже на черно-белом геймбое. Причем там это РПГ, а не гонка. Ну какая гонка может быть, блять, на черно-белом геймбое? Сам подумай. А там по сути РПГ. Это ты сейчас про че? Это я про геймбое-вскую версию. Виви, я прекрасно знаю, и кот, наверное, знает, какой на ГБА Initial D. Там пошаговая тактическая гонка. Тяжело, конечно, без перевода, блять, потому что путаешься в пунктах. Ну, есть это. Но кататься можно. Я думаю, ее будет иметь смысл постримить, потому что она прикольная. У нее очень вот эта необычная концепция. Она прикольная. В одном сайте находила скриншоты и подписи, черный пункт означает. Я в нее на работе сейчас играю. Блять, меня пока девки вот на этой же солейте делают, блять, в хлам. Там жуткая трасса с двойными поворотами. Я пока не понимаю, как их надо проходить. Не совсем понимаю. Было бы на английском, конечно, было бы все гораздо проще. Но на японском, блять, тебе приходится тупо запоминать пункты. Непрягает. Шаговый хэдбол на дэнде. Вы что, нашли чего? Надо играть в квадрыгу. Про лошадок пошагово. Там все понятно и доступно. Пять съемные шпильки. Как я вас ненавижу. Ветер, как раз отца, я не поеду. Тебе по времени просто неудобно, конечно. Да, плюс формат мне этот рандомный не нравится. Ну, видишь, одно и то, это сделано для зрелищности. Ну, одно и то же, гонять тоже, гоняешь. Понятно, что, блять, если ты будешь ехать на одной тачке, ты ее задрочишь. Ну, там, правда, будет уже реальные скиллы, видно. Почему сразу ухраняешься ехать? Ну, всего-то недель. Я даже по времени сейчас, я бы легко поехал. Потому что я сейчас по субботам нельзя учить. Я офигительно высыпаюсь. В смысле нельзя? Законом запрещено? Ну, да. Нифига себе. С конца прошлого года учебный. Увели. Как ты сейчас не в пизду у меня перед носом, а? Я здесь быстрее тебя, но обогнать тебя, пидора, не могу. Потому что ты мне мешаешь, блять. Просто потому, что он, блять, мешает. Трамвай этот, сраный. Эх. Ладно, скоро 60 косарей. Это радует. Это не с твоей тачкой что-то не так. Это просто моя круче. Блять, пантерес, ёбан. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Это рельсы, блять, у тебя слишком жёсткие, нахуй. Между тобой и стенкой просто не протиснуться, блять. Потому что ты цепляешь стенку, там настолько узко, что ты теряешь скорость. Так он правильно блокирует траекторию. Да не блокирует. Даже не пытается блокировать. Он идёт по своей траектории. Чётко посередине, блять, трассы. И щели не остаётся. Всё правильно. Нехило. Да, Роевский. Тот самый. Привет, Рои. Сотроченный. Привет. Это Хэллоу сразу начал скрипать зубами и всех посылать. Это, конечно, было весело. Не, ну, если бы я ферст ранил, так бы оно и было. Я говорю, я просто знаю теперь смысл игры. Смысл, суть, механику. И теперь я знаю, что большая эта часть зависит только от моих пальцев. А не потому, что меня игра пытается нагнуть. Вот теперь нету записи твоего этого рейджа. Ну, мне и так хватает. Видишь, вот он мне подлянку сейчас сделал, попавшись перед носом. Я ничего не могу с этим сделать. Меня это раздражает. Да. Слабовато раздражает. Мне ещё херен. Ну, я с утра ещё добрый, видишь. Я под вечер обычно. Да если ещё после работы. Блядь, иди ты в жопу, а. Смотри, что делает. Рельса сраная. Опять, где я тебя, блядь, обгонять буду? Ты опять будешь у меня перед носом колбаситься. Чидорас, блядь. Вот это как раз та самая семёрка. Самая быстрая в игре. Ну, имеется в виду, на прямой. На максимальной скорости. Блядь! Это моя ошибка. Это моя. Всё. Здесь я просрал из-за своей ошибки. Прям на финише. Так, ну, блин, на самом деле тяжело, видишь, пытаться блокировать. С его и при этом идти по Апексам. Поймал стенку. То есть тут я однозначно на этой секции быстрее его. Просто, блядь. Звёзды не так складываются. Это значит, что я косячу в другом месте. Не создаю себе отрыва там. В 10 метров, чтобы он у меня сзади болтался. А 10 метров, это здесь какая-то доля секунды. Лёгкая ошибка в одном повороте. Сам понимаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этих шпильках нагоняют мгновенно. Единственная возможность остаться впереди, это создать хоть какой-то запас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, блядь. Хорошо, скорость была меньше 100. У меня штраф не повесили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди просят твич. Слушай, я его не рожу. Если он отвалился, то он отвалился. Это не моя льна. И как же сделать рестарт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, видишь, сотенку я ему привез. Просто запаса заранее. На руле удобнее играть. Я уже ведь объяснял, что... На руле играть приятней, но тяжело на серпантине. Ты не успеваешь перекладывать. Тупо не успеваешь. Ну вот. Мне двиган немножко подогнали. И все, основной тюнинг завершен. Дальше будет по мелочи каждые 15 тысяч. Пока не наберешь полмиллиона очков. Вот там уже можно попытаться сравняться с бунтой. То есть, все то, что вот есть на ютубе, я больше чем уверен, это полностью прокаченные тачки. Полностью. Не просто прокаченные и задроченные. Снова так. Наша первая гонка с Акиной. Ну да, да, да. Вот, собственно, финальная гонка. Именно вот ее, блядь, я не могу, сука, пройти на Верихарде. Иначе я бы на нем играл. Этот ебаный второй чекпоинт, блин. Две несчастные секунды. Только из-за этого я чуть-чуть понизил сложность. Самая злобная гонка в игре. Не считая бунты. Ну, бунта, она бонусная, спешка. И там уже его обгонять не обязательно. Да и не удастся. Физически невозможно. Сами увидите. Когда я пройду вот это, это, наверное, будет не скоро. На самом деле скоро. Потому что так мне... Ну, как пойдет. Я так думаю, раньше он мне все мозги вынесет. Видишь, он мне светит прямо в задний бальтер. Он не отстает. А здесь мне надо иметь сотню метров. По-хорошему. Чтобы иметь шанс его сделать. Я сейчас еду как говна. Видишь, здесь он меня нагоняет. А мне здесь надо иметь метров 50 запаса в этой точке. Чтобы считалось, что я еду нормально. Будем задрачиваться дальше. Вот здесь он идет тоже. Просто с неимоверной скоростью. Видел, как он вписался в поворот? Просто встал под 90 и зашел, не снижая скорость. Сейчас мне даже времени до чек-поинта не хватит. Нет, хватает чуть-чуть. На Верихарде не хватает. Я бы пару секунд. Всегда. Ну и эти шпильки надо как-то проходить. Не так сильно питься об стенки. То есть, если вот здесь у меня будет отставание метров 100. Я его нагоню. 200 уже без шанса. Да и вышел я там неудачно с 90 градусника. Там надо 125 иметь, а у меня было 119. Так что, утверждение по поводу 5 сантиметров лево-вправо здесь, оно так и есть. Здесь игра построена по такому принципу. Должен, блять, учитывать эти сраные 5 сантиметров. Долю секунды. 2 километра в час. Угол 2 градуса. Иначе эта гонка не выигрывается. Везде целый анализ проводишь. Реально. Здесь каждый поворот, прежде чем ты начнешь выигрывать, ты его анализируешь, что вот, блять, тебе ровно столько нужно давить на тормоз. Тебе некогда смотреть, блять, на спидометр. Ты на спидометр смотришь на выходе напрямую. Там у тебя есть такая возможность. Минус 130, да, надо дорабатывать. Но ты должен четко там на 0,35 секунды нажать тормоз перед поворотом, чтобы его нормально пройти. Ну, все, серьезно. Ты должен иметь по экрану 2 сантиметра от стенки, чтобы войти в поворот. И так далее. Блять, реально оценивается каждый. Поэтому вот на стриме тяжело, тяжело рассеивается. Внимание. Серьезно, у меня, блять... Первый раз у меня 2 дня болела рука до самого локтя. Я настолько напрягал пальцы. Ну, ты же это не контролируешь, да? Да сейчас вот я расслабленный уже рукой играю. Первый раз это был какой-то пиздец. У меня рука отваливалась, у меня ложка из рук упадала, блять. Настолько она устала. То есть, блин... Я из своего мнения убираю слово «анфеерное» про эту игру. Но слово «задротское» никуда не девается. Она абсолютно задротское. Задротство в кубе. По-хорошему задротское. Ну, по-хорошему, да. То есть, она мне нравится. Я говорю, блять, очень хорошая физика. При том, что это первая часть, а потом ее только улучшали. Во второй части она еще ближе к реалистичной. То есть, блять, несмотря на то, что она вышла на Аркадия, это симулятор. Я серьезно говорю. Не повреждений, не коллизий. Они-то ебнутые. Но вот именно поведение машины, это симулятор. Чистой воды. Привет, Димон. Я тебя это тоже очень люблю. Привет, привет. Супер, интересуется откуда у всех тут деньги на резину. Как бы работают люди. Ну, да. У главного героя еще папаня богатый. Он сына с детства. Тофу кормил, чтобы тот выигрывал. Так что... Не то, что вы богатый. Частный бизнес. Ну, вот вообще. Вот я езжу на Сайлейте. Вам известно, откуда вообще эта тачка взялась? Мне, да. Тебе, да. Ну, я могу рассказать чатику. Когда в 90-х в Японии только возрождалась вот эта вся... Нарождалась вся эта херь с дрифтом и прочим. Со стрит-страйкингом. Да, со стрит-страйкингом. Вот. Японские пацаны, естественно, гоняли, естественно, били свои тачки. В основном ездили на 180-х. Он был недорогой сам по себе. Ну, относительно. Но. Очень дорогой передок. А передок там со слепыми фарами. Они его, естественно, постоянно били на серпантинов. Но тут это казалось, что болт в болт к нему подходит дешевейший передок от Ниссана Сильвии. То бишь сливы. И вот так появился Сайлейте. Подобная модификация стала настолько популярной, что Ниссан выпустил такую машину прямо с конвейера. Официально. В количестве всего лишь 400 штук. При этом в 98-м году все они ушли мгновенно на ура. И сейчас такая машина стоит на уровне 34-го Скайлайна. Очень дорого. Именно вот заводской сборки. Противоположность этому есть Аниве. То есть, Уан от 180-й и Вия от Сливы. То есть, там это наоборот идет Слива с мордой 180-го. Вот ее официально никогда не выпускали. Вот такие два гибрида. 86-й как зубило Жигулей. Да, это восьмера. Но, блин, для меня это Таврия нахер. Это, блин, Таврия с Турбонадувом, нахер. Че, цифр все про школьников говорит? Хотя тут... Школьник, блин, только один, по сути. Из героев? Ну, еще бреднее. Ну, вообще-то им всем, по-моему, по 18. Ну, так же, класснички. В Японии учатся долго. Тупые, видимо. У нас вон с тремя классами, для, на таких тачках ездят. Вот, гублота, что... Ого! Эх, маловато, конечно. Тут бы метров 130-ти не занесуть. Что имеем, то имеем. Уже лучше. Все-таки нагнал, блядь. Все-таки нагнал, да. Чуть-чуть мне не хватило, чтобы остаться впереди. Иди нахуй. Вот мерзкое место. Вообще ненавижу эту шпильку. Очень плохо заехать. В нее, блядь, нормально просто не заехать. В нее можно заехать не слишком хуёво. Я бы так сказал. Надо с внешним держаться больше. Там некогда. Очень короткая прямая, чтобы нормально перестроиться. Блядь, это уже погано. Этот участок надо, конечно, первым выходить. Спасибо за субтитры olarakawa. Так, колеса Вот идите в жопу Не буду я брать колеса Вот самое главное не проебать этот момент Иначе 15 тысяч просто вылетает в трубу Хотя на самом деле это не имеет значения Потому что конечно так проходит с базовым апгрейдом Больше можно не набирать Да, мне охеренно важно в гонке Как у меня будут выглядеть диски Это просто пиздец Здесь мне это охуенно важно Позолоченные можно встать С ниланкой Это будет отвлекать всех Ну блять, опять слайдинг Твою мать Здесь ты очень мне нужен Просто блять неимоверно Серьезно, слайдинг это блять единственный на мой взгляд минус вот этой тачки Не вовремя Слайдинг не вовремя, так скажем Добрый день, сердце Привет, сердце Улегченные диски снижают неподрессорную массу Это слишком сложно Первый же апгрейд идут диски Первый же Когда они меняются внешне Вот там, да Там они что-то дают А вот то, что за 15 тысяч предлагают Сейчас Списывая очки Это всего лишь визуальный апгрейд Его ни в коем случае брать нельзя Это подстава Да, Ветер Ева можно взять, наверное В смысле? Лансера? О Можно Давай, твою сука мать Сколько их тут, 4 говорил? Ну, 34-й точно Хорошая машина, хорошая 34-й Ну, они просто слишком попсовые Я не стал Это хорошая машина Седьмой говно Почему-то седьмой, блять, говно Потому что раньше Когда тяжелым колесом Можешь на яму Это совсем другое, чем если легким колесом Не такой сильный удар по подвеске Когда получаешь в глаз тяжелым кастетом Это совсем не то, что легким кулаком Понятно А пошел ты нахуй Кастет удар состразоточен в одной точке Пролезть хотел Пидорас Ммм, Венерлин Седьмого конкретно в первой нет Он потом появился, по-моему, во второй Где-то еще Как в шестой Я не помню, но третий, четвертый здесь есть Лансера Вот ты подло его заблочил Все, да Как так? Лос, где, где как так? Это как так? Я не знал, что он так выглядит Он похудел Да, и че-то он как-то и японский стал Да, улицы полны сюрпризов Мы просрали Мы проебали все полностью Все, Хапагахара пройдена А вот и бунта И его выиграть невозможно Но это и не требуется Сейчас с ним дают одну гонку Он уходит на полкилометра вперед Ну все, игру я уже прошел Дальше он открывается для свободных заездов Там можно попытаться его порвать Ну, когда наберешь полмиллиона очков Либо надо быть просто, блядь, невероятным мастером А я никогда не считал, что я езжу хуёво Это странная расцветка у бунта Ну, блядь, это бунта-мобиль Он же синий должен быть Вот это, блядь, его Subaru Impreza RX STI CG8V Это ёба Это просто ёба Но, чтобы ее открыть Надо его победить В гробу я это видел Сейчас он меня порвет как кузик тряпку Но это нормально Я не собираюсь, блядь, полляма очков задрачивать Чтобы, сука, моя машина хоть немножко сравнялась с его Вот так он сейчас на полкилометра выйдет То есть, представляешь, насколько круче у него тупо скрыт Его невозможно сделать сейчас на моей машине Даже если ехать идеально Она попросту не может так быстро ехать Ну, это же вся суть Сделать непобедимого Соперника почти А чтобы сделать его Ты должен вкладывать денюжки Ты наберешь полмиллиона очков А у меня только чуть за 70 У меня только базовый апгрейд Слышишь, он даже здесь, на прямой Где я делал даже така Он даже здесь Видишь, до самого конца Продолжает от меня уходить То есть, у него тачка тупо намного быстрее Это просто он лучше Это он просто лучше Ну, я даже не сомневаюсь Когда тачка уходит на прямой Это уже зависит не от водителя Никаким местом Это значит, что он плавно педальку давит Плавный разгон из пробуксовок А в первой части пробуксовок нет Вот видел, как я стартую? Если бы я играл на ручной коробке А я, естественно, катаюсь на расслабухе На автомате Я бы их всех на старте На 100 метров делал Сразу Знаешь почему? Потому что здесь есть Глюк, который исправлен Начиная со второй части и дальше Здесь есть ракетный старт То есть, ты на старте зажимаешь газ до упора И как только получается ноль Ну, естественно, надо поймать момент Ты вхуяриваешь третью передачу И твоя машина просто телепортируется На 100 метров вперед, блядь На максимальной скорости За счет этого Вот в этой части делают бунту Так, прикольно Да, вот есть такой баг Называется ракетный старт По всяких Мариоах это бонус специально Потом его пофиксили У Марио карты вроде такой же есть Ну, как видишь 250 на финише То есть, тут надо просто тачку круче Но вот сейчас он открывается Для свободного заезда Эх, чуть-чуть не хватило до 75 штук Ну, не важно То есть, я не знаю Может быть, будет немножко другая концовка Если его победить Но на это я просто не буду задрачиваться На это надо множество часов А в реале для этого надо еще и мешок денег Зато На титрах у нас идет реплей Кстати, после любой гонки Если отказаться продолжать Принудительно и ничего не трогать То тебе покажут реплей последней гонки Твой? Да Да, вот это сейчас мой реплей Ну, то есть, после прохождения игры Он всегда показывается против бунта Как раз титры идут всю гонку Но можно посмотреть реплей любой гонки Но это тебе будет стоить одной игровой сессии на карточке Не забывай А когда у тебя 50 сессий закончатся То есть Тут все очень хитро Тут даже за реплей бабки берут Получается Больше часто смотреть реплеи Тебе понадобится еще больше денег Потому что реплей просто не должен Вот, кстати, насчет консольных Я когда пловичную тут проходил Блять И ГБА, кстати Это реализовано, что Надо держать газ На нужных оборотах Для нормального старта Даже в ГБА В пошаговой, блин, гонке Чтобы иметь нормальный старт Ну, тут для... 86-го там Это где-то 6200 Ну вот Да Спасибо за игру Да, пожалуйста Всегда пожалуйста Нормально я в 3 часа вписался Отлично Все Вот теперь сессия заканчивается Автоматом Если я сейчас попытаюсь Снова прокатиться С бунтой Будет новая сессия После него опять будут титры И мне Опять с карточки снимут Единичку Автомат недовольно орет Говорит Забирай карту Все, забрал Ну, как-то Вот так На этом все Теперь если тортнет Можно будет И вторую часть Покататься Я даже там уже Тачку себе выбрал Давай заводи пикаверсию Я за это говно не сяду По-моему Чис его пытался гонять Да нет Вроде нет Не, давай по очереди Ты меня просишь Initial D Я тебе дизей закинул Теперь твоя очередь Третьего дизи проходить Это уже завтра Да часу дня Все равно никого не было Я отдохну У меня Мы писали Мы писали Дрифтовали Дрифтовали Наши пальчики устали Языки пиздеть устали Даже не хочешь Меня комментировать Если я сейчас буду Да почему Могу Схожу Как говорится Возьму кефирчик Мне надо что-нибудь проглотить То я так Это с утреца Почти натощак Так нормально Тачка полегче была Нормально я так проехал Так меня немножко Вакине напрягал Блин Ну там я слишком много Бла-бла-бла-бла Ну хорошая игруха Если у вас компы тянут Рекомендую Ошень рекомендую Хотя бы раз Проехаться Попробовать разные тачки Потому что реально Чувствуется Задний привод Передний привод Они ведут себя Как положено Полный привод Он ведет себя Как положено Все очень четенько Молодцы То есть Сега Клала На консоли Она с аркад Рубит Вот особенно С initial D Последние 15 лет Бабло Лопатой Просто Оно всю Японию Имеет Во все щели Каждого задрота А задротов Там 146% Так что Никаких проблем И Гайдзины В гробу Она их видела Недаром Портов После четвертой части Не было Но может Зира На четвертую плойку Портанут Кто его знает Ну Ладненько Усё тогда Всем спасибо Консенсус Игра пройдена До свидания Да До свидания Ну может быть Мы сейчас еще вернемся Вернемся Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует...